Дрэш, да. Дрэш. Всем привет! С вами Гуртом Ева Дощо. Наш первый выезд тут за дуже-дуже банат. Месяц в Майдзарисе. О, будем вас хоть подрывать уже. Много замечательных людей. Какая-то атмосфера веселья. Скоро у нас может начаться очень-очень плохие ревенанты. Я рада верю. Он исходит. Эпая инди-скай. Ау! Субтитры сделал DimaTorzok Что вы думаете по поводу сегодняшнего мероприятия? Ну, приятно, что что-то продолжает происходить. Какая-то комьюнити. Ну, люди как бы объединяются. Потому что, когда сидишь в карантине, изолирован, то ты этого не чувствуешь. И, ну, одиноко. Хочется какого-то контакта человеческого, хоть иногда. Что вы думаете по поводу украинского андерраунда на сегодняшний день? Все печально. Музыкой невозможно накормить семью. Людей хватает сейчас очень много проблем в жизни. Семьи, дети, работа основная. И заниматься андерраундной музыкой могут только вот настоящие фанаты своего дела, которые ну просто не могут без этого жить. В одном из интервью ты как раз об этом и говорил, что как бы заниматься рок-музикой могут себя подволить только айтишники, по сути. Да. Хотелось спросить, это именно связано потому что как бы рок-музыка не востребована в Украине или просто потому что Украина по факту она не предусматривает вообще никакого креатива, кроме как работать чисто на зарабатывание денег? Нет, просто заниматься музыкой это дорогостоящие дело. Если ты не можешь заработать на концертах, на продаже дисков достаточно. Но это особенность чисто Украины или везде так? В принципе везде так. В Украине это айтишники в основном, потому что они могут себе позволить заработать на гитару новую, на новый комбик, на мониторную систему. Допустим, в Европе, в как-нибудь по-нибудь Голландии там гитарист The Gathering врача управляет, например. Ну, или шепот такого плана. Ваш такой, тоже в двух словах, взгляд по поводу андеграундной музыки в Украине вот сейчас и 10 лет назад. Есть отличия? Постарше андеграундства, потому что молодежь она вся рэпом увлекается. Ну, в рэпе есть тоже свой андеграунд, но мы его не видим, потому что как бы он не очень пересекается с роком и готиком андеграундом. Но андеграунд всегда есть, просто это разные жанры и разные субкультуры. Культура именно такая, рок-музыки уже, наверное, немножко постарела, немножко уменьшилась в числах, но все еще существует. Анафема заявила, что в связи с всей этой ситуацией с коронавирусом они закрывают свою работу. Что вы думаете по этому поводу? Ну, грустно. Анафема одна из таких групп, которые оказали у нас огромное влияние и мы всегда будем любить их музыку. И они объявили о бессрочном отпуске. Надеемся, что изобретут вакцину, концерты возобновятся и они найдут у себя силы собраться. Хороший ответ. Я хочу от зрителей поблагодарить вас за то, что вы все-таки, в отличие от Анафемии, не закрываете свой. Будем держаться до последнего. Даже если все отпадут, останусь только я, все равно пьем удачу, будет полуцучало. О, это круто. Спасибо. Какие ваши следующие планы на ближайшее будущее в плане проекта? Ну, вообще у нас большой план записать новые альбомы. Мы хотим, чтобы в этот раз у нас это заняло не 8 лет, как в прошлый раз, а меньше. Может быть, в следующем году получится приступить к записи, потому что где-то 70% песен уже готовы. Хороший очень материал, хочется с ним поделиться. напоследок, ваше пожелание слушателям? Следить за собой, быть осторожным. Нужно держаться, потому что скоро у нас может начаться очень-очень плохие времена, поэтому лучше быть осторожным. как вы оцениваете это мероприятие? Честно скажу, я уже лет 20 практически не слушаю кроме академического авангарда и всякого джаз-рука, авангардного джаза. Сейчас команды играют не особо интереснее, в принципе, но мы должны будем дальше. А что вас подвигло сюда прийти сегодня? Меня привела вот эта замечательная девушка, она сказала готик-пати, я говорю да, окей. Вы в основном любите рок-музику? Естественно. А электронику экспериментал? Тоже. Дентер АЭФ тоже. Я сразу вспоминаю времена моего детства, 90-х, когда мой младший брат слушал Nine Inch Nails, Redwood Chili Peppers, Pantera, Атросити, что оно такое. и я сразу плачь, по-настоящему, на всем ем, чтобы она была младшем, отдавать, что она не работает. Дентер АЭФ тоже. Затем, и я сразу же в последний метод, которая убит, как можно будет, он гармоничный, который находится. Это тый, и я сейчас, и я сейчас танец, я сейчас, и я сейчас, и я сейчас, Субтитры подогнал «Симон»